Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас не только изучение недельной главы не царим, но и главная подготовка к Рашушана, подготовка к тому суду, который определит буквально через несколько дней судьбы всего. Тут надо просто сесть и вдуматься, вдуматься в то, что решается наша судьба. Написано, будет решено кому на жизнь, кому на противоположное, кому на здоровье, кому противоположное, кому богатство, кому противоположное. Вот все абсолютно будет решаться в эти дни. Как же нам выйти из этой ситуации, как нам правильно подготовиться к этому великому экзамену? Написано, во-первых, что царство небесное, как царство земное. Вот это вот надо понимать. Все, что находится на небе, находится на земле, это копия. Представьте себе, вас пригласили, а Рашушана это день трубных звуков, шафара, коронации царя. То есть вас пригласили на коронацию великого царя. Вот все, как бы вы себя вели. Во-первых, вот красиво оделись, да, поэтому у Рашушана мы одеваемся очень, стараемся красиво одеть одежду. Во-вторых, мы стараемся, что если на нас обратят внимание, чтобы вы видели, в каком мы хорошем настроении, как мы. У Рашушана категорически запрещается, в эти дни вообще, перед этим категорически запрещается грустить, плакать. Почему? Потому что в этот день, вот как пройдут два дня Рашушана, формируется весь год. Если ты, почему не едят, например, там что-то там горькое, чтобы не было целый год горько. Так и здесь, если мы собираемся, если мы будем где-то плакать, где-то нервничать, это распространится на весь год. То есть мы сами к себе приводим такую историю. И это еще не все. Написано, что если человек, самое страшное, гневается в эти дни, это колоссальная катастрофа, потому что он гнев приносит на весь год, а это изгоняет Бога, потому что там, где гневающийся человек, там Бога нет. Поэтому ни в коем случае не расстраиваться, ни ничего. Я уже говорил, еще раз повторю, как оценивает Небесный суд. Он дает нам какую-то ситуацию, и мы сами своими устами ее фиксируем. Поэтому все, что видит, все оправдывает. Лучше всего написано, мудрецы написали, что в эти дни вообще идеальный человек, который молчит. Кроме структуры, вообще два дня не произошло. И так делали великие люди всегда. Для идеального человека вообще эти два дня, как бы, каждое слово может потом отразиться неизвестно на чем. Есть еще одна вещь, которую говорят каббалисты. Мы в течение года создаем различных ангелов, к сожалению, не всегда положительных своими действиями. Так вот, если мы молчим два дня Рушушаная и не говорим ни одного слова, тем более слово не связанного с Торой имеется в виду, то и ангелы, которых мы создали негативные, не имеют права открывать рот. Вообще, много разных есть мелких и крупных примет. Но, например, есть одна каббалистическая примета. Для заработка в следующий год надо обязательно, это многие каббалисты пишут, купить новый нож, подточить его в Рушушана и начать пользоваться именно в Рушушана, подразумевая, что это для этого года. Вообще, тупые ножи в доме написано, каббалисты пишут, приводят разные неприятности, и поэтому рекомендуется всегда хотя бы раз в неделю точить ножи. Нужен контроль, написанное за своими мыслями и словами, чтобы, потому что тот, кто нас будет судить, он не только слышит то, что мы говорим, он и понимает, что мы думаем. Написано, мысли в эти два дня очень важны. Если что-то, ни в коем случае ничего негативного не думать. Увидел что-то хорошее, там, не среднее, оправдывай, говори, но никаких мыслей должно быть точно таких. Очень важно в этот день благословить детей после вечера в Рушушана, это важное благословление, которое потом закрепляется на целый год. Еще раз говорю, много разных симоним, таких примет, например, надо следить за едой, этот стол должен быть красивый, вы приглашены на царский пир, следовательно, должно быть. Но есть вещи, которые, например, мы не едим, к примеру, мы не едим орехи, надо читать это все, потому что они связаны со словом грех и так далее. Еще раз, самое главное не это, самое главное в этот день никакой злости, потому что все, что угодно, потому что иначе это состояние потом перейдет на целый год. В эти дни не бывают случайностей, говорят каббалисты, если тебя кто-то ругает или кто-то пытается вывести тебя из себя. Это не случайность, все, что будет происходить в эти дни у человека, любого на земле, это испытание. Поэтому каждый раз, когда с чем-то сталкиваешься, тут же остановись, тут же остановись. Потому что тот-то наверху, он тебе подсказал, в эти дни нельзя ничего плохого делать, тем более, что ты принимаешь таблетку фармацевта, не знаешь, что там находится, и просто веришь, у вас здесь великий врачеватель всех душ, он говорит, вот этого не делать. Если ты хочешь получить Новый год, тоже понятно как, улыбайся. Раб Миллер говорил своим, улыбайтесь в этот день, и вы получите самое великое, что можно получить сверху. Есть еще один маленький такой рецепт, написано, если за два дня, вот этих всего два дня Рашишана, вы хотите получить огромные благословения, хотите стать богаче, здоровее, успешнее, помогайте другим этим временем. Вот это время до Рашишана, помогайте другим, и Бог обязательно благословит вас на хороший и сладкий год. Хорошие нам записи всем в книгу жизни, и да будет эта запись скреплена печатью Всевышнего на хороший, добрый, сладкий Новый год. Брахавы от слаха.